Я приветствую вас на своем канале Вена по-русски. Наверное, нет ни одного видеоблогера, который бы не снял видео про цены на продукты в своей стране. Ну что ж, не буду и я отставать от этой славной традиции. Сегодня суббота, я сходил в магазин, вот у меня есть такая сумочка, в которой удобно загружать продукты и привозить их домой. Значит, был я в двух магазинах, которые находятся прямо рядом с моим домом, Билла и Хофер, есть еще другие магазины, Спар, Меркур, Лидл и Цельпункт. Но они находятся далеко от меня, поэтому сегодня на улице идет такой жуткий дождь, поэтому я пошел туда, куда мне ближе. Так, начнем. Вот счет с магазина Хофер. Все продукты с него лежат сверху. Значит, помидоры, черри томаты, значит, они стоят 2,40 за упаковку из Италии. Потом, вот я купил 3 упаковки клубники. Клубника, насколько я помню, из Испании. Стоит 1,20 евро за упаковку. Ну, такие небольшие пассерованные консервированные томаты за 40 центов. Так, вот за что я люблю Хофер. То, что в нем еще продают не только одежду, но и различные вещи. Бывает даже технику. Мы в нем покупали стол один раз для игры в настольный футбол. И вот в нем продаются довольно часто различные спортивные вещи. Насколько вы видите, это носки, это беговые носки, которые даже обладают неким компрессионным эффектом. И вот фибилихт обозначает, что они уцененные. То есть, наверное, они стоили дороже, а сейчас за 3 евро. Очень полезная вещь, потому что спорт, это вообще занятие не дешевое. Приходится покупать много разных расходных материалов. Значит, упаковка 150-граммовая такой нарезки из путэна. Путэна – это индюк. Значит, ну... Так, следующее у нас сыр. Вот такой сыр я очень люблю. Это твердые сыры. Бергкэзэ – это горные сыры. То есть, они такие из твердого типа. Очень вкусные. Био написано. Стоит 3,85 за 300 грамм. Так, следующее. Вот такой вот греческий йогурт. Очень хорошо им завтракать. Такая совершенно безвкусная масса. Скажем так, в нем 3 баночки. Стоит 2,50 за 3 баночки. В них, видите, 0% жира. То есть, берешь эту баночку, открываешь, на нее сверху накладываешь там мед, варенье, все, что нравится. Очень хорошо для завтраков. Особенно для тех, кто худеет. Такой вот багет. Стоит 80 центов. Ну, сам я белый хлеб не ем. Свой хлеб для себя я пеку в хлебопечке. Черный. А семя моя не любит черный. Так, яблочки. Одна, вторая упаковка. Каждая упаковка стоит... Еще, в ней... Килограмм 200. Приблизительно грамм. Одно кило 200. Каждая упаковка стоит евро 30. Так, потом вот такая капустка салатная. 90 центов. Потом две упаковки фарша. Жена сказала, будем сегодня делать котлетки. Вот. Это какой-то обезжиренный специальный. Обезжиренный тоже смесь. 50% свиного, 50% говяжьего фарша. Ну, это тоже... Это не обезжиренный. То есть, будет половина котлет жирной, а половина нежирной. Так, ну и... 2 килограмма картошки. А, да, фарш стоит 2,50 за одну упаковку. В одной упаковке 500 грамм. Так, ну, картошка. Картошка стоит 1,5 евро за 2 килограмма. Так, это было то, что я купил... Ага, еще вот в кофере я купил баночку такую. Таких вот... Перца такого. Грёст этой паприка. Да, то есть, высушенная... Ну, такая консервированная. Стоит, кажется, евро 20. Так, это то, что я купил в кофере. Теперь то, что это все мне обошлось. 29 евро 76 центов. Так, второй чек из магазина Билла. Вот он. Чек на сумму 26,51. Так, что за 26,51 можно купить в Билле? Значит, баночка Бандюэль. Кукурузки. Стоила 80 центов, но это была у них скидка. Так она стоит рубль... Евро 40. Так. Так, это сметанка. Зао Рам. Видите, вы будете со мной даже по-немушку и немецкий учить. Значит, Зао Рам. Там это сметана. Стоит 90 центов приблизительно. Ну, я округляю там. Если 89, говорю 90. Значит, вот это... Роте Грюцца. Это такой... Такой кисель из... Из... Фруктов. Значит, очень вкусный. Значит, в нем малина, там черника. И вишня. Очень вкусный кисель. У меня ребенок с удовольствием ест. Я тоже с удовольствием ем. Стоит 2,40. Так, две баночки йогурта. Вот такого типа. У меня... Сын очень любит именно такой. Каждая стоит 70 центов. Так. Молоко Light Milk, то есть с пониженной концентрацией жира. 0,9% жира стоит, если мне не изменяет память, 1 евро или меньше, чем 1 евро. Не могу найти, но что-то в районе 1 евро стоит. Так. Потом допустим. Две упаковки паприки. Каждая стоит 1 евро. 1 евро 30, по-моему. Так. Потом вот солька. Соль такая сыпучая. За евро 20. И соль обычная столовая. Соль у нас закончилась. Это 40 центов стоит обычно. Едированная. Из Австрии. Так. Следующая у нас такая Latella. Это такой напиток фрукты Molke. Molke это сыворотка. То есть, это такая сыворотка с добавлением фруктов. Я вот помню, когда жил в Украине, было что-то подобное, называлась фруктошка. Я ее очень любил. А здесь вот она называется Latella. Такая сыворотка с фруктовым вкусом. Мне нравится. Так. Вот решил попробовать. Увидел от фирмы Я. Это очень хорошая такая био. Дорогая фирма. Значит, замороженный йогурт. Это вот не не мороженое, а замороженный йогурт. Я помню, первый раз мы его попробовали, когда в Грецию ездили. Такой необычный, но очень вкусный. Но очень вкусно. Значит, тут баночка, 500 грамм. Она стоит 5 евро. Будем пробовать. Никогда не пробовал. Не, имею в виду, не покупал такое. Так, потом масло, сливочная рама. Значит, сколько же эта рама стоит? 1 евро 20. И значит, 15 яиц среднего размера из Австрии. М большая обозначает миттель, то есть среднего размера. Ая по-немецки означает яйца. Значит, сколько же они стоят? 3 евро 49. 3,50 в общем. Ну и последнее это упаковка вот таких вот сосисек от фирмы Родац. Это местная фирма делает очень хорошие, но довольно дорогие продукты. Кезек райнер обозначает, что это такие сосиски, а внутри в них сыр. То есть сосиски с сыром. Значит, вот такая упаковка, в которой 700 грамм стоит 5 евро. То есть, ну вот эти именно такие сосиски, они наверное самые дорогие, ну наверное самые вкусные. Вот ради интереса давайте посмотрим, сколько в них содержания мяса. Так, может сзади. Ну обычно оно больше 70, около 80%, я вот не вижу, честно. Ага, вот тут написано, что для того, чтобы изготовить 100 грамм Кезек раннера было использовано 103 грамма свиного и говяжьего мяса и 20 грамм сыра элементалер. То есть, видите, да, что это, как его изготавливают. Как обычную колбасу плюс с добавлением сыра элементалера. Так, вот это все, что я вам показал. Да, как вы видите, я не покупаю никаких алкогольных и табачных изделий, просто потому, что мы не пьем и не курим никто из нашей семьи. Никакого пива, никакой водки. То есть, если вы пьете, курите, конечно, ваши расходы будут немножко побольше. Так, все это у нас получилось 26,50 и 29,70. То есть, грубо говоря, 56 евро. Вот 56 евро. Все, что можно купить. Все, что я купил на эти деньги в магазинах Хофер и Билла. Когда я подуга в другой магазин, в Спар или в Меркур, значит, я вам тоже покажу, может, там какие-то будут особенные товары, которые только там продаются. Конечно, в каждом магазине всегда существуют свои скидки, свои особенности. Нужно знать, если вы хотите немножко подешевле может купить, нужно знать, где что почем, в каких магазинах что лучше, в каких что хуже. И таким образом можно немножко оптимизировать свой семейный бюджет. Ну, а если у вас денег много, то можно об этом не задумываться, брать все подряд. спасибо большое вам за внимание, надеюсь, вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok